Появление на свет еще не родившегося, но уже именитого младенца ждали во всех уголках Кыргызстана. Роддомы всей страны на всякий случай приготовили ковровые дорожки для почетных гостей. Каждая область надеялась стать 27 августа малой родиной пятимиллионного жителя республики. И вот, наконец, в Кыргызстане наступил праздник. В Бишкеке родился пятимиллионный житель. Его крестным отцом стал президент страны. И только что премьер-министр Николай Дмитриевич Танай подошел ко мне и говорит, Давайте сразу подарим семье, в которой родился пятимиллионный малыш, прекрасную трехкомнатную квартиру. А в далеком селе Оржской области своим братишкой Тенштегбека назвала девушка по имени Каныкей. Правда, ни маленький Тенштегбек, ни его родители пока о ней не знают. Я, правда, очень ждала, что это будет девочка. Но когда сказали, что родился мальчик, я тоже сильно обрадовалась. Я всё думала, что если он родится где-нибудь поблизости, в Оржской области, я обязательно поеду, увижусь с ним. Для Каныкей новорожденный стал родным, потому что при рождении её почти так же чествовали, как и Тенштегбека. 17 лет назад она стала третьим ребёнком в семье Таштана Каипова и четырёхмиллионным жителем страны. За мной, помню, проехал тогда секретарь обкома. Велё мне умыться и повёз в роддом. В машине были цветы, и я вначале испугался. Думал, всё, жена умерла. И наши двое детей остались сиротами. Успокоился только тогда, когда жену увидел. Все говорили, что я стал отцом четырёхмиллионного жителя страны. А я понять не мог, что это такое. Первые дни жизни Каныкей и её мамы Турдукан были похожи на жизнь суперзвезды. Цветы, вспышки фотоаппаратов, толпы журналистов из республиканской и всесоюзной прессы и множество обещаний властей. Но это то, что было на поверхности. Они все приезжали, поздравляли меня, даже целовали. Но никто и не спрашивал, а не голодна ли я. А я боялась ходить в столовую. Там женщины толкали и щипали меня. Кричали, что вот, мол, они по пять дней уколы делали, чтобы родить четырёхмиллионного ребёнка. А я взяла и в ней очереди родила. Сейчас Турдукан понимает, что это была просто зависть. Слишком много было обещано властями и юбилейному новорожденному. Дом, машина, мебель и холодильник. И тогда были большой роскошью. У нас тогда только двухкомнатная времянка вот здесь была. И поэтому даже когда Турдукан с ребёнком из роддома выписывали, им не разрешили здесь фотографироваться. Нужно было, чтобы на фото был большой дом с цветами перед ним. Вот повели нас в дом Кенеш-Аке. Тогда ещё женщина русская приходила, посмотрела, посчитала всё и сказала, что мы можем ссуду получить. Три тысячи рублей. А потом с процентами вернуть. Это каждый год по 200 рублей на тысячу набегало. Нам, правда, смогли дать только тысячу, да и её мы через месяц с процентами вернули. Всё боялись. А вдруг умрём и нашим детям долги оставим. С тех пор Турдукан и Таштан построили для своих детей дом побольше. А обещанные Кенеке подарки так и остались пустым звуком. Правда, был подаренный сельсоветом радиоприёмник. Но и он сломался ещё до того, как Кенеке стало понимать, что это такое. Я заходил как-то в секретарю обкома и спрашивал, ведь вы мне ГАЗ-24, мог, обещали. А он мне говорит, зачем тебе машины? Ведь ты инвалид. С твоей ли ногой водить? Угробишь ненароком и себя, да и дочку свою. Семья Каиповых тогда решила забыть обо всём. Но это казалось не так просто. Слишком громко объявлены были все обещания. Знаете, как обидно бывает. Особенно, когда бабки в автобусах начинают разговоры, вроде «ты ведь Таштана, дочка, та самая, четырёхмиллионная». И спрашивают, и что до сих пор тебе так ничего не дали, хоть бумажку какую-нибудь подарили. А тебе приходится каждый раз выслушивать это и не знать, что при этом ответить. От всех тех торжеств у Канаке осталась только одна затёртая газета. В ней говорится о том, что в селе Савай родился четырёхмиллионный житель страны. А с рождением пятимиллионного у местных бабушек появился ещё один вопрос Канаке. Все говорят, вот теперь, может быть, президент тебе учиться поможет бесплатно. Ты же как-никак школу окончила, да и не получала ещё ничего. Ты же четырёхмиллионная. Но Канаке уже перестала ждать милости от судьбы. Сразу после окончания школы она научилась у матери шить и пошла работать. Вот уже месяц, как я пришла работать в цех. Конечно, хотелось бы учиться дальше, но для этого нет возможности. В день рождения юбилейного малыша Канаке села писать ему письмо. Она надеется, что когда-нибудь заработает достаточно денег, приедет в Бишкек и сама отдаст его маленькому тынчатых бегу. Дорогой братишка, я очень рада твоему появлению и хочу пожелать тебе в этот день счастья, здоровья, но самое главное, я хочу, чтобы твои мечты все сбылись. Создание имени.